Процесс пошел? Давайте тогда с вопросов начнем сразу. Пока не отошли темы, показывал трейлер в моменте странского района. Я представлялся, роман заводов. Вращаться. Собственно, это как давить человека идеи. Чтобы он делал, смысл вошел, должен вложить правильно. Не ради, а просто показать паркор. А для чего? То есть был снят первый трейлер в трейлер. Думаю, многие со мной согласятся. Первая часть, самая лучшая. Была максимально передавая атмосфера. Ограниченно. Какой был смысл, посыл именно ремейка, который вышел? То есть, для чего были сняты эти книжки на саду. Там было все понятно, что хотел Брэль показать именно на этой запуске. Почему он согласен на участие в этой картине. Спасибо. Брэль показать. Брэль показать, что на этих книжках нет. Брэль показать. Брэль показать. Брэль показать. на самом деле такое во многих ремейках идти вторую картину на больше коммерческой что такое продолжение да и давид за бассейн санса он был главный день осталось первым фильме москетин файл это интересен сетей джоуэль полкер амирикан и журай преферия И, конечно, дай бы хотел сняться с Пола Моллера, уважает официального актера американского. Ну и плюс там был немножко другой сценарий. Понятно, что все осталось в 13-м районе, но в Ременьке там тоже был интересный сценарий, и он согласился. Вот тут Сарга, он сейчас, например, соглашается, снимается в фильмах в Китае. Интересный сценарий, интересные люди, и поэтому мы все это делаем. А почему не сериалом, то есть не смог в тандеме, ну это самый лучший вообще тандем, который мог бы появиться в фильме. Давайте не буду развивать, давайте нет. Ну хорошо, спасибо. Давайте, да, следующий. Давай. Спасибо. Как смотрит Дэйдбэй на то, чем является сам паркур по своей сути, на то, как он немного перерос больше вовремя, как люди больше занимаются в жану, нежели паркуром. Что это такое… Q'est-ce que tu penses de... Parce qu'il y a l'opinion qui dit que le parcours a devenu un peu une sorte de... de discipline avec des cascades, acrobaties, mais pas vraiment l'art de déplacement comme c'était à l'origine. Je pense qu'on ne va pas arrêter l'évolution. Moi, j'avais fait tout un travail sur parcours. Je suis passé par là. Я не знаю, что я знал, что я учил в институт, я не знал, что это было в институт. И я обнаружил паркл, с моим мужем, и я решила, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я учил паркл, а я не знаю, что я учил паркл. Это действительно разные вещи. Когда ты в работе, ты пытаешься сделать, Это так, как мы не можем найти критеринку, по-прежнему, по-прежнему, и что люди не будут добавлять в акроб, которые не будут терять и мы не в этом смысле. Это так, что есть паркурс, и потом, и это паркурс, и фристили, и как это все, это как лако-померал. В лако-померал, это не так, но в лако-померал, есть ли не так, и когда они начнутся делать акробатии, они не знают, что это очень популярно, Спасибо. Если суммировать, то есть базовые вещи, связанные с паркуром. Давид пришел к паркуру обратным способом. Он не пытался наполнить паркур какими-то акробатическими элементами, каскадами и так далее. Он, наоборот, был гимнастом, занимался сапцом и понял, что действительно, имея хорошую спортивную базу, можно заниматься паркуром. Но это его выбор. Он выдерживает стиль и не пытается его разнообразить. Во-первых, объясняется тем, что акробатика иногда усложняет сам парку, удлиняет его. Зачем делать трюк и терять на этом время. С другой стороны, он не говорит, что это плохо. Он привел пример других видов спорта. Есть классические виды спорта. Те же лыжи классические, которые позднее выросли фристайл. Кто говорит, что это плохо? Нет. Есть лыжи, есть фристайл. Есть паркур. Если кто-то считает, что ему так интереснее заниматься, приносить какие-то свои элементы, пожалуйста, это не выбор Давида. Опять же, не означает, что он это не наблюдает. Я не так много времени. Что вам это делать? Субтитры используют. В одном из компании? Субтитры используют. В общем-то, звук. Вот, это… Он обмазать. И если, или, да,… Игорь, все-таки так. Обмазать. Во-вторых, на нашем секунду, Ну и, я думаю. Воспитали! пакута как он говорит и так и а и и и и и и и и Я не знаю, что я делал, но на уровне 3, как я делал, и я не могу. Но это не важно, не надо. Я хочу улучшать эффективность. И я готовлю свой спорт. Потому что я не знаю, что много людей, которые дали добавлять. В общем, я не знаю, что люди, которые дали добавлять. Вот, Давид привел пример, как мы можем просто, там тоже ребята занимается борьбой, боксом, КПР, все смешанно. Все единоборства способствуют максимально эффективному проведению боя. Так и здесь можно привести любые элементы из разных спортивных дисциплин в паркур. Но главное, чтобы это не мешало эффективности, потому что он тоже иногда, когда начинал, у него были попытки делать какой-то красивый элемент, но главное, что это не должно мешать эффективности. И иногда он даже эти элементы, прыжки, трюки не заканчивал, а просто укорачивал, чтобы это не мешало, собственно говоря, преодолевать препятствия максимально быстро и максимально эффективно. Да, еще момент, что сначала все выбрасываешь, оставая эффективность, все лишние набранные из разных видов дисциплин, чтобы прогревать паркур, а потом кто-то приходит, все это обратно, все закидывает. То есть, ну, немного это не лепестит. Сначала играть лишнее, а потом кто-то приходит и лишнее добавляет. ... ... ... а как я сказал и опять а и и и и и и а а и а и 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 с и и а Я танцую на два и танцую, но честно, когда на танцую, не немало свои задачи. У них больше нет базы на музыке не могу делать, но единственник можно не отправиться в данную массу. Теперь с данным выступлением, когда он объяснит и говорит, что в этом случае не нужно, чтобы какие-то внешности. Поэтому, для меня все остальное посвимое – наиболее прикольно. valley Garnico и на петель арт, который будет легендовать, На самом деле, опять-таки, можно немножко повторить, расширить то, о чем говорил Данит ранее. Если будет просто расширять это утверждение. В любом спорте, в любом искусстве, как и в паркуре, есть базовые вещи, есть основы. Как и в лыжах, если ты занимаешься приставилом, все равно ты начинаешь с катания на лыжах. Или в танце ты начинаешь с элементов, с обычных танцев. Что там дальше не будет, бальные танцы, современный танец, неважно. Все равно базовые вещи, основы, они сохраняются. Конечно, есть и ответвления, фрера, но это не означает, что это плохо. Они просто выбрали для них фрера, пусть занимаются фрера, но в любом случае все базовые элементы в этом присутствуют. На самом деле, как он начал свое выступление, такой вопрос, зачем вносить какие-то элементы, он вообще не ставится. То есть любая дисциплина, любой спорт, он развивается, он эволюционирует, это и паркур, и не исключение. Пока мы затронули тему боевых искусств, считаете, что боевые искусства и паркур, они идут в порозы, или же они в руководку? То есть, помогая этой занятии боевыми искусствами, лучше понять философию свободного перемещения и эффективного перемещения? Возьмите имя создают попробую. Видите, что из арбивной системы, вы думаете, что из арбивной системы это позволяет ему ползать? Ты думаешь, что ональное имя, что это помогает? Возьмите, что из арбивной системы, это помогает важный элемент, которые удоб interpreted? Субтитры сделал DimaTorzok 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 того, что фильм будет, и закончил свою праздну, тем, что фильм будет, но уже сам факт того, что он видит перед собой такую аудиторию, о чем он никогда в начале пути мыслить не мог, уже говорит о том, что паркурс состоялся, но все равно он считает, что фильм будет. Интересный вопрос просто про базу, имеет ли место необходимое создание базы, паркурс элементов и техник, которые можно было бы преподавать как систему, в общем, ту самую основу, как вы говорите, как он видит необходимость и возможности вообще вот это, что станет неотъемлемая часть, но это можно сказать. Есть ли у нас какие-то элементы, какие-то элементы, какие-то элементы, которые нужно абсолютно объяснить, как Подпишись. Я объяснил все, потому что я думаю, что нет, но когда я работала, я не вижу все что я объяснил. Я не хотел понять все что я начал создавать. Чтобы получить университет, я не хотел добавить данные, как и спортивные, и не так. Я был искупен в моих сердце. Когда я не был хорошо, мой программ не сказал « Stop!». В какой-то момент я пришел. Это действительно очень интересное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Говорит о том, что может быть они плохо готовы, у них какие-то психологические проблемы Он сравнивает то, как преодолеваются препятствия с прописанием, с чтением Мы же не задумываемся, как им писать букву Конечно, все вначале должны учить алфавит, а потом уже пишут Но когда мы пишем, мы уже не задумываемся И когда мы говорим, если мы знаем слово, мы не задумываемся Оно происходит автоматически Бежит животное, оно бежит на автомате Так и здесь, если ты хорошо готов, чувствуешь себя готовым То нужно просто делать все это автоматически Ну я имел в виду немножко еще другое Потому что когда ты на новом месте, ты бежишь, ты хочешь преодолеть все Вот узнаешь, что там дальше, но в какой-то момент страх всем нам присущ И вот как? Ну это то же самое Вопросы о подготовке Давайте дадим другую Хорошо Был вопрос, да? Мой? Да Я хотела спросить, если бы Дэвид мог дать совет всем нашим поколениям То есть, если бы Дэвид мог дать совет 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 и прислушиваться к самому себе, а не прислушиваться к другим. Потому что если кто-то будет часто просить советы и прислушиваться к другим, тогда он будет не самим собой, а сам своим другим. Я думаю, у меня интересный вопрос будет. Все знают, что для Давида главным примером был его отец. И также знаем в начале истории, что отец запрещал ему лазить на ту стену, которая в городе Лис. Как Давид видит воспитание своих детей? Будет ли он подталкивать их на занятия паркуром или позволит им выбрать свою жизнь в круге? Редактор субтитров Ярослава Субтитры сделал DimaTorzok 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 Практически он тренируется, но он в режиме нос-то. Он с кем-то разговаривает и делает растяжку. Он с кем-то сидит и разминает, что-то носит, предметы передвигает. Не то чтобы тренировка с 7 до 10, а делать особые, пошел тренироваться. Для него это не самооценивание. Потому что он в течение целого дня, ежедневно, что-то делает, практически не прерываясь. Вот это ключевое отличие у Давида. Поэтому он никогда не проигрывает. Мы знаем, что мотивация в тренировках очень важная составляющая. Что же для Давида в различные его периоды жизни было мотивацией? И второе. В паркуре у нас идет большая нагрузка на кисти, на локти, на суставы. И если у Давида, когда видят проблемы, тоже в жизни в паркуре какие-то года, как он с этим справлялся? Может быть, какое-то питание или специальные укрепляющие тренировки? В паркуре. 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 В паркур ? В паркурсе. В Поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Давид говорит, что паркур у вас самих, он ссылается на предыдущий вопрос, если вы находите мотивацию заниматься паркуром, то это самое главное, романтизм и романтизм, а если вам это интересно, вы получаете удовольствие, у вас есть мотивация, то нужно ли что-то больше? Он считает, что он сам не дал какие-то правила паркура, он пришел, как Моисей, вот это мы делаем. Нет, он дал какие-то базы, а люди занимаются паркуром, и опять же главное, что они находят в этом мотивацию, потому что он видит, что на самом деле тут-то он есть. То, что сейчас он видит в Москве, например, он такое не видел нигде, потому что те же конструкции, которые были в бурниках, чтобы такие построить, каждый элемент, каждую железку нужно настолько обмотать, сделать безопасной, что никто из властей такое разрешение не даст. А здесь настолько вот община, развитая паркура, зарплаживая, какое еще, чего же более, поэтому для него это самое главное, потому что когда он занимался паркуром, он занимался паркуром, потому что у него были проблемы в семье, там был кризис личности, вот это, собственно, и сподвигло его, и он занимался в тайне, да, там, если там, он делает какой-то элемент, проходит человек, он, да, прекращал заниматься, да, то есть ему было тяжело, он прятался от других, а вы, а сейчас паркур несется и идет в массу, уже пришел в массу, и вот это, наверное, самый главный дух и самая главная мотивация. Ну, честно говоря, у меня вопрос был немножечко в другом, я к тому, что сейчас паркур перестал быть каким-то таким вот внутренним атрибутом и стал больше внешним атрибутом. Ну, опять же, там, это мотивация, там, это самовыражение. Я понимаю, но, тем не менее, общую тенденцию все равно имеется, и вот про это я спрошу. Измениться, сегодня там, это, каждый выбор, это выбор, про выбор говорили, кто почему, да, кто почему. Купи столица мне обойтись. Ну, да, да, просто здесь ничего не продолжить, не отвечать. Хорошо. Я быстренько, а вот, где реконструкции, да, строятся, естественно, и прочее, сейчас-то еще очень много, так сказать, искусственного. То есть, они это или основополагающее изменение в паркуре, то, что, ну, люди, да, вот, которые занимаются паркуром, они искусственно, получается, придумываются эти препятствия. А это усложнить, давайте пока по базовым, поищем еще интересные такие основополагающие вопросы, извини, да. У меня два вопроса. Первый вопрос – это проводил ли Давид лекции, семинары по своему желанию, вот, за свой счет, есть ли, или только когда его приглашали? Извините, вы можете повторить, что я проводил ли Давид лекции, семинары по своему желанию, но только когда его приглашали, да, на лекции? И второй вопрос, можно? Давид считает одним из основателей паркура, считает ли он себя такому, и если да, то что он сгадывает на это? Спасибо. 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 Ну, на самом деле, Давид, он по своей натуре такой человек немножко замкнутый, да, он не чувствует, что есть там какие-то преподавательские фибры, да, что он там педагог, да, поэтому он может преподавать так, как у него получается, так, как учился и делал ему сам. Поэтому, вот, единственное, когда он делал что-то не по приглашению, да, это вот в начале, там, когда кто-то увидел группу людей, занимающихся паркуром, да, и понимал, что они что-то совсем делают неправильно, да, и поэтому он подходил, там дал какие-то советы, да, на чему-то их учил, только вот таким образом. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр! 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 -resso блокstIES! Спасибо за просмотр! к На самом деле очень интересный ответ, который Тибо развил. Давид и Тибо считают, что, на самом деле, да, вокруг может быть увлечение, да, и в этом нет ничего дурного, да, многие приходят заниматься, потому что им просто это не нравится, но для Давида, да, это образ жизни, по-другому он не видит паркур. Для него это образ жизни, он без паркура себя не представляет. Тибо добавил, что действительно, когда для кого-то это увлечение проходит какое-то время, несколько лет, потребуется, как правило, несколько лет, и после этого наступает действительно момент, когда люди ощущают, приходят к тому, что паркур становится их жизнью, их образ жизни. Все, пойдем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На самом деле интересно задать, не было хорошо. Все, нет, хороший финал был, не будем. Паркур – образ жизни, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЙ СЦИИ Продолжение следует...